Существует разный вид отвратительного контента. Зачем все эти люди собрались, чтобы причинять боль невинным людям? Отрыжку монстра? Всем привет! С вами снова рубрика «Кэзенфост. Почти критик, но нет» и я ее постоянная ведущая Рахматулина Адель. Сегодня мы разговариваем про... У меня не поворачивается язык назвать этого фильма. В общем, про произведение «Рашин юг». Эта минута молчания я посвящаю своим потраченным двум часам жизни. Приехал как-то в эти края один молодой чувак и украл чужую невесту. И отвез ее на осле. Рик шумерни! На далекий маяк. Ксюнечка, родная моя, ну люблю я тебя, сил нет! Любить тебя, сил нет у него! Она вон на закате хочет по гальке бегать! По песку! По песку! В общем, знаете, существует разный вид отвратительного контента. Есть, например, отвратительный контент, который создавался очень искренне, но просто непрофессионально. Ну вот, например, я сама обожаю что-то типа «Беременна в 16», потому что это смешно от того, насколько это наивно. Или там понять, простить. Помните, шел когда-то по первому. Это все угарно. Хотя и с драматургической точки зрения отвратительно. Но есть еще один вид отвратительного контента. Это контент, который создавался профессионалами, создавался за огромные бабки. Чаще всего государственные, как и в этом случае. И который вообще не уважает зрителя. Вот есть такие киноделы, которые считают зрителя абсолютным бараном. Которому достаточно какого-то пошлого, плоского юмора. Ну и people's have it, как говорится. Но нет, зритель не такой тупой. И никому в здравом уме, мне кажется, не может понравиться комедия «Рашн Юг». Вот на самом деле прошло уже неделя, как я посмотрела этот фильм. Но меня до сих пор трясет от злобы. От потраченных двух часов моей жизни. На то, что вообще дискредитирует российское кино. Именно из-за таких фильмов на Западе. И даже наши соотечественники думают, что русские не могут снимать фильмы. Но это не так. По таким картинам, как «Рашн Юг», нельзя делать выводы. Потому что это вообще не фильм. Это преступление против нации. Не меньше. Фильм в себе собрал просто все самое плохое, что только мог собрать. Во-первых, прости господи, актерских состав. Вот этой вот Стаси Милославской и Риналью Мухаммедову им просто нельзя. Нельзя сниматься в кино. Это нужно запретить на законодательном уровне. Я готова подписать сколько угодно петиций. С таким же успехом можно просто понабрать группу из детского сада, которая готовилась к утреннику. Ну, уровень драматургии будет примерно тот же. Мне больно это говорить, но «Рашн Юг» — это просто абсолютное падение Жоры Крыжовникова как журналиста и как личности, наверное, в принципе. Потому что никто в здравом уме, мне кажется, не может поставить свое имя в титрах этого фильма. Вот такой мой сумбурный поток негатива — это просто зеркальное отражение того, что предложил нам режиссер вместе с сценаристом Жорой Крыжовниковым. На самом деле, этот фильм нельзя назвать фильмом еще и потому, что он абсолютно нецелостный. Это похоже на какую-то отрыжку монстра, который попытался переварить в себе рандомный набор каких-то видеонарезок и каких-то сценок из провинциальных драм-кружков. Вот такое у меня сложилось впечатление при просмотре. Абсолютно не связанные друг с другом сцены, не связанные друг с другом персонажи, дебильная массовка, которая вообще не меняется из кадра в кадр. И люди, которые никак не фигурируют как персонажи, но почему-то постоянно находятся на втором плане. В общем, это просто какой-то сумбур. И здесь нам не показали ни одного нормального даже героя. Все персонажи по ходу картины только и делают, что деградируют. Они попадают в разные жизненные ситуации, в которых ни один из них не может поступить правильно. И нам предлагают этому сопереживать. К тому же нас заставляют сопереживать тем, действия которых вообще никак не объяснены. Вот ни у одного персонажа в этом фильме никаким образом не объяснены мотивы их поступков. То есть действия в картине происходят просто потому, что происходят. Они ничем не обусловлены. Никакой зритель не может этому сопереживать и не может улавливать какой-то сюжетной даже линии, потому что события друг с другом не связаны. Они не образуют целостной картинки. И так происходит, когда в картине нет смысла. То есть когда автор ничего не хочет сказать, а просто говорит. Я вообще не представляю, на чем надеялись вывести фильм его создатели, потому что абсолютно все было в молоко. Музыкальное сопровождение, актерский состав, как я уже сказала, сценарий, бессвязность происходящего. Просто все. Почему-то эти люди думали, что зритель будет сопереживать тем, кого только что выставили какими-то тупыми эгоистами. Или, например, менту, который с горя всех пересажал. Невозможно ответить на вопрос вот этот вот пресловутый, который нам задавали еще в школе. Что хотел сказать автор? Автор вообще ничего здесь не хотел сказать. И был ли вообще автор? Потому что сценаристов в этой картине множество. И что они вообще здесь все делают? Зачем они собрались? Это была самая отвратительная коллаборация в истории российского кино, мне кажется. И это уже я молчу про бездарный, плоский юмор, который основан на том, чтобы причинять боль невинным людям, например. То есть, почему-то должно быть смешно от того, что другим людям больно. Как будто бы боль — это априори что-то смешное. Я понимаю, когда эти приемы используются в контексте, что, например, вот был злодей, мы там его все ненавидим. И вот посмотрите, как его там наградила судьба. Но когда вообще невинные люди в картине страдают и злодей смеются, мне это странно и дико. Мне просто было дико на протяжении всех двух часов. Мне было очень стыдно, когда я смотрела этот фильм. Я закрывала лицо рукой, я пила пиво, хотя нужно было пить коньяк, обязательно паленый, чтобы ничего из этого не запомнить. Я, может быть, повторюсь, но еще расскажу, что мне кажется, что комедия получилась такой отвратительной, потому что киноделы просто не уважают своего зрителя. Они абсолютно не считаются с аудиторией. Они не воспринимают в расчет ее интересы, ее боль, ее чувство юмора даже хотя бы. То есть это было похоже на какой-то неумелый куличик из какого-то разного песка, которого так наляпали и положили. И он не может не ассоциироваться потом, извините меня, с экскрементами. И вот из-за таких фильмов, собственно, все попадающее под категорию Russian ассоциируется с чем-то плохим, нехорошим. И вообще, на самом деле, картина Russian Youth — это кинематографическое преступление. Это дискриминация всего русского самими русскими. Я обожаю российское кино. У нас столько прекрасных фильмов, глубина которых может доходить до тебя неделями. Ты можешь погружаться в эту российскую боль. У российского, потому что кино, как я всегда говорила, совершенно другой путь. Нам не нужно стремиться к Голливуду. И у нас есть прекрасные русские комедии, и не только советских времен, но и современные в том числе. И почему до сих пор на экраны попадает такое, я просто не понимаю. Обычно я всем всегда советую самостоятельно составлять свое мнение. И сначала смотреть картину, а потом обсуждать ее. Но это один из тех редчайших случаев, когда я не вижу смысла в просмотре. Вообще не вижу. Вы просто потратите деньги, вы потратите свое время. И я бы даже не рекомендовала скачивать этот фильм с торрента. В данный момент оценка этого фильма на кинопоиске 5,3. Мне кажется, это самое шикарное, на что могли вообще рассчитывать авторы. Я бы поставила этому фильму два с половиной. И это с натяжкой. Кто-то может сказать, что это такая легкая комедия, которая не претендует на глубину, не претендует на актуальность. Но я в ответ обычно говорю, что кинематограф не так работает. Любая легкая комедия, она должна быть концептуально завершенной. То есть она должна нести хоть какой-то смысл. Там, я не знаю, сказка «Колобок», она ведь тоже несет смысл. Хотя она очень легкая и, в принципе, смешная, детская. Любое произведение должно содержать идею. Идеи в «Рашн Юг» нет. В «Рашн Юг» в принципе нет никаких смыслов. Даже мимолетных. Они не проскальзывают ни в одной сцене. Вообще непонятно, зачем все эти люди собрались. Некоторых актеров этого фильма мне даже жалко. Потому что на самом деле люди-то они неплохие в индустрии. Тот же самый, например, Семен Трескунов, который недавно сыграл в «Родных». Очень хорошо сыграл, кстати. Или, например, актер, который играл отца Стаси Милославской. Я не помню, как его зовут. Но здесь обязательно появится в титрах. Вот они действительно очень хорошие актеры. Как их сюда занесло, непонятно. Читали ли они сценарий, непонятно. Но мне очень обидно. Меня обидно, в принципе, за индустрию. Потому что... Ну, это страшно. Это страшно, когда на экранах в 21 веке, в 21 году появляется такое. В общем, вот. Такая я сегодня. Непреклонная, злая, наверное. Но в любом случае, делитесь вашим мнением в комментариях. Может быть, вам понравился этот фильм. И тогда я буду с вами очень сильно спорить. Спасибо большое за просмотр нашей рубрики. До новых рецензий. До новых рецензий.